МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перед саровчанами после масштабной реконструкции. Спустя месяц мы снова здесь, чтобы своими глазами увидеть и показать вам, горожанам, а что же, собственно, изменилось. Изменения есть. Практически в каждом углу парка ведутся работы по благоустройству. Туда-сюда снуют бабкаты и рабочие. Без конца шумит техника. Завезли чернозем, и сотрудники ДЭП распределяют его по территории. Сейчас некоторые участки парка напоминают не место отдыха, а скорее поле после битвы. Но видно, что рабочие доделывают не только то, что было не сделано в срок, но и переделывают то, что не выдержало испытаниями погодными условиями или было установлено с нарушениями технологии. Напомним, что подрядчик в рамках гарантийных обязательств должен устранить недостатки до 1 июня. Для наглядности мы прошли с тем же путем, что и в марте, чтобы посмотреть на результат работы за месяц. Главный вход. Обратите внимание на плитку. В конце марта земля была еще мерзлая, и все было на месте. Теперь грунт оттаял, и плитка провалилась. Этот участок нужно ремонтировать. Зона каруселей для малышей. Здесь результат виден невооруженным глазом. На набережной мало что изменилось. Единственное – привезли грунт для газонов. Дорожку, которая была сделана из того, что было, и по которой было опасно ходить, мы нашли не сразу. Пришлось определять местоположение по деревьям и фонарям. Все потому, что ее полностью переделали. Из нового в парке появились вот такие столбы с белыми табличками. Это будущая система навигации. Но некоторые соровчане с низким уровнем культурного воспитания уже приложили к этому руку и сломали детали. Как, впрочем, периодически ломают беседки на набережной. Задачей системы видеонаблюдения – регистрировать различные нарушения на территории парка. Видеокамеры в парке зафиксировали уже несколько фактов вандализма. Что касается устранения недостатков, то пока судить, успеет ли подрядчик сроку, рано. Объем работы большой. Парк плохо перенес зиму. Но впереди еще месяц. Мы обязательно вернемся, чтобы проверить ход работ. Елена Грецко, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Те, кто потерял работу и у кого снизились доходы в период карантина, могут рассчитывать на поддержку через соцконтракт. Его заключают с малоимущей семьей, либо одиноко проживающим человеком на срок от 3 до 12 месяцев. Соглашение возможно, если средний доход на одного человека ниже прожиточного минимума. В рамках контракта семья получает деньги, потратить которые она сможет на то, чтобы выйти из трудной финансовой ситуации. Социальный контракт предусматривает ежемесячную денежную выплату в размере 11 248 рублей, которая производится гражданам, заключившим социальный контракт на реализацию следующих мероприятий. По поиску работы, по прохождению профессионального обучения или получению дополнительного профессионального образования, на реализацию иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Заключение социального контракта не отменяет других льгот. Если вы уже получаете какую-то поддержку от государства, можно их совмещать. Малообеспеченные семьи с детьми от 3 до 7 лет получат в июне выплату на каждого ребенка 5 624 рубля в месяц. Из-за сложной ситуации с распространением коронавирусной инфекции семьи с детьми нуждаются в материальной поддержке. Поэтому первые пособия можно будет получить не в июле, как планировалось ранее, а в июне 2020 года. 8 апреля президент выступил с предложением изменить условия назначения пособий и не учитывать в расчете среднедушевого дохода выплаты по прошлому месту работы, если родители ее потеряли. Продлевать документы на право получения пособия на первого и второго ребенка и льгот на оплату ЖКХ не нужно до октября. Это сделают автоматически. Максимальная выплата по безработице увеличилась с 8 до 12 тысяч в месяц. Обычно размер субсидии зависит от причины увольнения, стажа, среднего заработка на прежнем месте. Тот, кто остался без работы с 1 марта 2020 года, будет получать максимальную сумму независимо от этих факторов. Родители, которые оказались без работы и обратились в службу занятости с 1 апреля по 30 июня 2020 года, смогут дополнительно к другим выплатам получить по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Эта выплата будет назначаться дополнительно к основному пособию по безработице. Получить подробную информацию обо всех мерах поддержки можно в Управлении социальной защиты населения по телефону. 9-81-34, 9-81-21 и 9-81-29. Дарья Козина, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Зуд в глазах и носу, першение в горле и даже астма – все это симптом аллергии на пыльцу или полиноза. Принято считать, что конец апреля и май – это самое неблагоприятное время для аллергиков. Вовсю цветут деревья. Но, например, альха зацветает гораздо раньше и может выбросить сережки в марте. В этом году у нас была аномально теплая зима и определялась низкая концентрация пыльцы, зерен, ольхи уже в январе месяце. Доктора советуют людям, страдающим от полиноза, как можно меньше выходить на улицу. Особенно, когда начинает засветать самый сильный аллерген – береза. Этой весной карантинные меры сыграли на руку аллергикам. Они умеют соблюдать режим самоизоляции, как никто другой, потому что так они легче переносят болезни. Облегчают аллергические реакции, медицинские препараты. Если, условно, самоизоляция закончится в середине мая, когда еще будет продолжаться пыление, потому что оно обычно заканчивается где-то к началу июня прогнозируемое пыление, может быть, в этом году даже немножечко дольше, но посмотрим по погодным условиям, как получится, то, выйдя на улицу, для них это не будет неожиданностью, потому что они все и так получают терапию. Об уровне концентрации пыльцы деревьев в воздухе можно узнать на специальных интернет-порталах и через мобильные приложения. Например, Полинклаб показывает не только уровень пыльцы в текущий момент, но и дает прогноз на следующий день. Эта информация поможет аллергикам планировать прогулки и тем самым свести к минимуму аллергические реакции. Елена Грискова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Еще месяц назад больные онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом могли получить помощь не только в КБ номер 50. В одну из частных клиник нашего города приезжали специалисты из областных медицинских центров, Нижегородского НИИТО, клинических больниц, специализированного сосудистого центра Нижнего Новгорода и прочих. Но сейчас саровчане оказались лишены их помощи. В город пускают ограниченное количество врачей из столицы региона. Хотя есть указ президента страны, где четко и ясно сказано, что медицинские предприятия обязаны работать в время эпидемии. Поэтому у меня в руках отказ от главы администрации города Саров, где он нам отказывает во въезде высококлассных специалистов, которые оказывают неотложную медицинскую помощь. При этом, со слов Виктора Мелешкина, пациенты, оказавшиеся без консультации лечащих врачей, обращаются с просьбами привезти медиков в город. В противном случае, не получив помощи здесь, саровчане будут вынуждены поехать к доктору в Нижний Новгород, где риск заболеть коронавирусной инфекцией возрастает в разы. В Сарове прием вести безопаснее. Клиника соблюдают все необходимые меры профилактики. Нижегородские врачи приезжают к нам, естественно, с согласованием Роспотребнадзора и Нижегородской области, и с нашим управлением федеральным медицинского агентства. Мы просчитываем, узнаем все контакты этого доктора, если чтобы он не на работе и по семейным обстоятельствам не был контактным с коронавирусной инфекцией. Эти врачи получают QR-коды от нашей организации, поэтому автоматически эти коды всегда аннулируются, если человек становится контактным или карантинным. Изначально клиника подавала список на въезд 56 человек. Им отказали. Три недели никто не приезжал из Нижнего Новгорода. Сейчас разовые въезды разрешили части специалистов. При этом с тем, что консультации нижегородских медиков необходимы, согласны и сами областные врачи, которым разрешили въезд. Уделяя пристальное внимание контролю за распространением коронавируса и лечению больных COVID-19, нельзя забывать и о других больных, которые порой требуют безотлагательных медицинских консультаций. Есть также ряд заболеваний, которые задействованы, например, на диагностические мероприятия, связанные с фазами менструального цикла в гинекологическом аспекте. Есть заболевания, которые требуют динамического наблюдения, например, при заболеваниях щитовидной железы, которые требуют динамического наблюдения для корректировки и, скажем так, урегулирования процесса лечения со стороны, например, специалистов-эндокринологов. Если большинство пациентов могут сменить врача и попасть на УЗИ или на консультацию к хирургу или гинекологу в нашей больнице, то есть ряд больных, которым необходимо постоянное наблюдение областного специалиста. Это группа детей, которые родились недоношенные. Они наблюдают, проводится скрининг каждые две недели, осмотр областного специалиста для выявления ретинопатии недоношенных, которая непосредственно ведет к слепоте пропущенная. Если не смотреть их здесь раз в две недели, они просто обязаны и вынуждены приезжать в Нижний Новгород. Сюда же относят пациентов с онкологией, ревматоидным артритом и другими заболеваниями. Владимир Путин призвал не забывать о других больных на фоне пандемии коронавируса. Люди должны получать всю необходимую помощь. Остается надеяться, что это распоряжение президента не перейдет в разряд пожеланий и не будет игнорироваться. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Для одних семей карантин – хорошая возможность укрепить отношения и побыть вместе. Для других – катализатор проблем. Некоторые пары оказались на грани развода. По словам психолога Натальи Мышовой, происходит это из-за того, что в условиях самоизоляции на первый план выходят вопросы, которые в обычное время замалчивались. Нужно уметь и учиться, учиться разговаривать, учиться прояснять. Нас что-то не устраивает, мы как-то не очень хорошо себя чувствуем. Какие-то потребности наши в этих отношениях не удовлетворяются. Вместо того, чтобы об этих потребностях заявить, вот именно осознавая их, мы что делаем? Ну, большинство из нас, да, ну, кто далек от психологии и как бы не очень этим увлекается, мы заявляем в виде упрека, в виде просьбы, в виде обвинения. Соответственно, мы встречаем какую реакцию? Мы встречаем реакцию отторжения, встречного нападения. На возникновение конфликтов повлияли тревожность, беспокойство о финансовом благополучии семьи, срывы планов и удаленная работа. Еще одна проблема, которая остро стоит и без пандемии – детоцентрированность. Люди заостряют внимание на том, чтобы вырастить, обучить, развлечь свое чадо, при этом забывая о доверии и развитии отношений с партнером. Детей вырастили, а дальше чего? Опять встретились друг с другом, уже не отнимают времени столько, сколько раньше отнимали дети. И вот они всплывают, вот эти проблемы, нерешенные в отношениях. На первом месте сначала партнерство. Вот сначала там порешать все проблемы, а потом уже рожать детей, заниматься детьми, потому что на детях это все равно все будет отражаться. То есть, ну как бы не с конца начинать, а сначала. Взаимоотношения родителей и детей тоже обострились. Когда члены семьи сутки напролет проводят вместе, ребенку не хватает личного пространства. Он перестает ощущать себя самостоятельной единицей. Выстраивать доверие, находить общий язык. И, ну, продумывать какие-то мероприятия дома, да, чтобы, ну, кто-то там, не знаю, ребенок в своей комнате что-то поделал, ну, не трогать его, да. Побыли просто наедине с собой. Очень часто вот эта вот нервозность, вот эта вот раздражительность, она накапливается из-за того, что мы не можем просто, ну, побыть вот в таком, специалисты, мои коллеги называют это в трансовом состоянии. То есть, немножечко, ну, как бы отрешиться от реальности, ну, как бы углубиться внутрь себя. Психологи советуют периодически отдыхать друг от друга, уединяясь, пусть даже в ванной комнате, не забывать о своих увлечениях и других интересах, кроме семьи. Стоит чаще разговаривать с партнером на волнующие темы, научиться слушать и принимать позицию близкого человека. Тогда основную массу конфликтов получится избежать. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Пандемия подкинула нечистым на руку гражданам идеи для нечестных заработков. Традиционной площадкой для отъема денег у населения стал интернет. Здесь злоумышленники развернулись, мимикрируя под госструктуры. Например, депутат Государственной Думы Александр Курдюмов нашел псевдосайт государственных услуг, где каждому гражданину России предлагают получить компенсацию за самоизоляцию в размере 15 тысяч рублей. Разумеется, за перевод средства нужно заплатить пошлину. Эксперименты ради я ввел данные человека, который умер в конце прошлого века, но даже учитывая эти обстоятельства, система насчитала почти 130 тысяч рублей по выплатам. То есть этому человеку заплатили бы 130 тысяч. Естественно, граждане, поверив, оплачивают пошлину, а вот компенсацию никогда не получат. А еще мошенники предлагают в интернете чудо-средства для борьбы с коронавирусом. Например, очиститель воздуха, убивающий возбудителя заболевания. Или лекарства, исцеляющие от COVID-19. Работают аферисты и офлайн. Под видом проведения бесплатного тестирования или вакцинации от коронавируса проникают в квартиры к доверчивым гражданам. Чаще всего пенсионерам. А дальше по накатанной схеме. К гражданам поступают различные смс-сообщения о профилактике, так называемой COVID-19, что необходимо привезти те или иные препараты, которые помогают и профилактируют данную болезнь. Либо какие-то различные спреи, какие-то медикаменты, медицинские аппараты. На эти факты ловки поддаваться не нужно. Ни в коем случае не доверяться никаким YouTube-каналам, где там красивая реклама, вывески о том, что данный иной препарат поможет в данной проблеме. Никаких новых сайтов, через которые можно получить любого рода компенсации, нет. Все делается через официальный портал Госуслуг. Никаких пошлин за получение денежной помощи от государства тоже никогда не было и нет. Так же, как и нет пока чудодейственных вакцин от нового вируса. Помните об этом, получая через интернет или по телефону заманчивые предложения. А если в ваш дом под видом соцработников пытаются попасть незнакомые люди, спросите у них удостоверение и обязательно позвоните в Центр социальной защиты, прежде чем пускать незваных гостей. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. В период пандемии стали особенно популярны шутки про везение владельцев собак. Прогулка с четвероногим – одна из немногих законных причин выйти из дома. Вместе с тем, хозяева домашних питомцев подвергают себя дополнительному риску. Нет доказательств того, что животные могут заразиться вирусом и быть его источником. COVID-19 передается от человека к человеку. Но это не значит, что собака не может принести коронавирус домой. Врачи советуют дезинфицировать лапы питомца хлоргексидином или мирмистином. После каждой прогулки. Заливать лапы нежелательно. Просто обычная обработка спреем данными препаратами. Какими-то спиртосодержащими препаратами животных лучше не обрабатывать. Когда у животных имеется длинная шерсть, то после обработки лапы, например, после мытья лапы, например, с мылом и обязательно нужно хорошо это мыло смыть обычной водой. Обязательно нужно хорошо эти лапки потом высушить, чтобы не было спривания, межпальцевого спривания. Остаются и сезонные заболевания. В весенний-летний период владельцы животных часто сталкиваются с пироплазмозом. Чтобы его избежать, необходимо правильно обрабатывать собаку препаратами от укусов клещей. По незнанию пропускают сроки повторных обработок. Например, препараты написаны, что требуется обработки в течение четырех недель. Препараты могут действовать от клещей, но по практике, к сожалению, четыре недели это уже препарат слабеет. И обработку требуется сделать уже на четвертую неделю. До обработки нельзя купать никакими шампунями, мыть животных три дня, и после обработки нежелательно. Нежелательно допускать слизывание данных препаратов. Напоминаем, что в режиме самоизоляции гулять с собакой можно на расстоянии 100 метров от дома. Никаких временных ограничений законом не предусмотрено. Однако врачи советуют недолго находиться на улице. Проконтролировать расстояние, на которое вы удаляетесь от дома, можно с помощью сервиса «100 метров вокруг меня». Он покажет точную область, где вы можете спокойно гулять с собакой и не переживать по поводу штрафа. Дарья Кузина, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Идея флэш-моба возникла у саровчанки Светланы Львовой. Сначала она опробовала этот формат в семье. В проекте приняли участие дети. Для создания картины использовали подручные средства. Так, в картине Карла Брилова «Всадница» девочка стоит не на балконе, а за гладильной доской. Да это и не девочка вовсе. Нужна была маленькая девочка, а у нас есть только мальчики. Но всегда есть на что подкупить маленьких детей. То есть, нет, я им показываю, что вот смотри, вот такая картина. То есть, я им рассказываю историю, и им это, в принципе, тоже интересно. Картины для флэш-моба выбирали по доступности интерпретации в домашних условиях. Делали фрагмент Рафаэля Сикстинской, Мадонны. Там, где два ангелочка, так как у меня близнецы маленькие. Вот пришел такой образ. По словам Светланы, делать это несложно. Так, процесс подготовки и съемки занимает у них 15-20 минут, из которых большая часть уходит на подбор одежды, нужных цветов. Сложности нет, было бы желание. Вот хочется именно какого-то креатива, потому что, чтобы достаточно бережно прикасаться к классике, скажем так, не оскорбить чувства искусствоведов. Проект очень быстро вышел за пределы семьи. Его подхватили подруги Светланы. От них она узнала, что есть флэш-моб и зооизоляция. Так Анна Мартынова примерила на себя образ танцовщицы с картины французского художника Анри Тулуза Латрека и осталась довольна результатом. Ну, потому что это очень весело, во-первых. Во-вторых, это возможность вспомнить о своих прошлых путешествиях. Дама с шиньоном Пабло Пикассо, который он написал в начале 20 века, получила новую жизнь в образе Ольги Еременко. Это такое приятное перевоплощение в образ, изображенный великим мастером. Присоединиться к флэш-мобу может каждый. Для этого нужно выбрать картину, перенести сюжет в домашние условия, повторив композицию и цветовое решение. Затем фото выложить в соцсети с хэштегами «Изоизоляция» и «Третьяковка в Сарове». Елена Грецкова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. 2019 год в Нижегородской области был не самым жарким. Он занимает лишь третье место в рейтинге. Первое место делят 2008 и 2015 годы. Но прошедшая зима была аномально теплой с превышением многолетних значений на 5-7 градусов. Эту же тенденцию поддержал и март, который выбился в лидера с превышением над климатической нормой на 5 градусов. А вот апрель тенденцию не поддержал. Со 2 мая прогнозируется активная волна тепла. Столбики термометра в дневные часы будут подниматься до 18-20 градусов. Это преобладающий температурный фон. Ночные значения также высокие, в пределах плюс 10 градусов. Такой температурный фон больше будет соответствовать концу мая. Но это не означает, что такая погода продержится весь май. Тепло, как обычно, будет чередоваться с похолоданием и кратковременными дождями с грозами. Май – самый неустойчивый месяц в году. Поэтому тепло, которое прогнозируется в первых числах, потом может компенсироваться вторжениями холодного воздуха с севера. А это уже чревато заморозками и даже выпадением снега, как это было в 99-м и 2000-м годах. Что касается летнего сезона, то по прогнозу Гидрометцентра России, среднемесячная температура воздуха в июне и в июле, как и количество осадков, близко к средним многолетним значениям. То есть лето обещает быть теплым. В августе температурный режим предполагается выше многолетних значений, на фоне того, что осадков ожидается меньше нормы. Поэтому саровчане, как и другие нижегородцы, в этом году должны получить настоящее теплое и даже местами жаркое лето. Конечно, пандемия внесла свои положительные элементы в экологию планеты. Но они незначительны. Так, из-за снижения активности предприятия снизились выбросы промышленных газов. Сократился и выброс от транспортных средств. Но, по словам специалистов, говорить о глобальном потеплении еще рано. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Первая майская демонстрация в нашем городе прошла в конце 40-х годов. Тогда в митинге приняло участие около 200 человек. В советский период праздник весны и труда был доброй традицией. В этот день сотрудники организации и предприятий города собирались в колонны. Со знаменными, флагами, плакатами и воздушными шарами они шли на площадь Ленина. Для подавляющего большинства трудящихся это был, если хотите, выход в свет. На демонстрацию все наряжались, как женихи и невесты. И приходили в свои колонны. Кто-то целыми семьями. Было какое-то доброе, негласное соревнование среди трудовых коллективов, чья колонна ярче и наряднее. Во главе каждой колонны шел оркестр. Он создавал атмосферу праздника, задавал ритм. В начале шествия двигалось быстро, но ближе к площади Ленина движение колонн замедлялось. Пройдя мимо трибуны с песнями и криками «Юра», а на трибуне стояли руководители города и предприятий, людские колонны доходили до магазина «Восток», сдавали транспаранты, красные флаги, портреты вождей. Уполномоченному от коллектива лицу и с чувством исполненного долга шли продолжать праздник. В первомай все гуляли и веселились. В городе существовало негласное правило для милиции. Пьяных, трудящихся в эти дни не арестовывать, а наоборот помогать добраться до дома. Сейчас 1 мая уже не тот праздник, который был в Советском Союзе. И демонстрации в этот день скорее чисто символические. Собираются на них в нашем городе всего несколько человек. А в этом году митингов не будет вовсе. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Вооружившись швабрами, метлами и граблями, сотрудники Центра поддержки предпринимательства отправились на субботник. Режим самоизоляции они не нарушили. Губернатор разрешил нижегородцам прогулки на расстояние до 300 метров от дома. Когда это все закончится неизвестно, но все-таки нужно следить за порядком. И те сотрудники, кому сегодня разрешено работать, мы решили два часа времени посвятить уборке территории. Сотрудники Центра поддержки предпринимательства прибрали придворовую территорию, своего здания и небольшую площадку на Октябрьском проспекте. Справились за пару часов. За это время они собрали пять пакетов с мусором. Сплочает коллектив, немножко отвлекает от той ситуации тяжелой, напряженной, которая сейчас вышла, немножко размялись, подышали воздухом. Потому что сейчас гулять все-таки нельзя. У нас очень строгие режимы. Работа, дом, дома работа, магазин. Но девчонки с радостью вышли подышать воздухом. На городской субботник вышли сотрудники муниципальных учреждений, работники подведомственного социального блока, а также полицейские, спасатели, пожарные и студенты. Ирина Вашегородцева, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Субботник. 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 Найти онлайн-тренировки можно в социальных сетях или на YouTube. А если вы раньше никогда не занимались спортом и у вас нет специального инвентаря, в ход может пойти все, что есть дома. Даже если у нас нет гантели, мы можем взять бутылки с водой. Так что если у нас нет гири, мы можем взять просто тару, которая тяжелая, килограмм 10, она точно весит. Потом мы можем, если у вас есть младшие братья и сестры, они могут вам помочь их взять в качестве веса. То есть силовые тренировки никто не отменял, можно брать подручные средства и выполнять. Особенно важно в период малой физической активности правильно питаться. Диетологи советуют распить свое меню на пять частей. Завтрак, перекус, обед, полдник, ужин. Пищу лучше принимать каждые три часа. Продукты, которые должны присутствовать в вашем рационе обязательно. Это злаки в качестве каш, меньше хлеба, булочные изделия. Дальше овощи и фрукты и в свежем виде, и в тушеном, то есть в приготовленном. Мясо и рыба, мясные продукты, рыбные, мясо птицы. Также должны присутствовать. Это белок, он нам необходим и для синтеза тех же самых антител, что актуально в настоящий период, для работы нашей иммунной системы. Яйца, молочные продукты также обязательно должны присутствовать. И жиры. Также специалисты рекомендуют в течение дня пить больше воды и отказаться от мучных изделий, фастфудов, чипсов, копченых и вареных колбас, газировки. Впрочем, если вы позволили себе лишние пирожные или конфету, не расстраивайтесь. Просто сделайте дополнительные физические упражнения.